В Лануде завершился громкий скандал вокруг энергетиков. Напомню, 10 дней назад руководство Байкальских коммунальных систем обвинило ТГК-14 в подаче технической воды из Селенги в квартиры горожан. Как оказалось, обвинения были необоснованными, что подтвердило официальное заключение Роспотребнадзора по результатам внеплановой проверки, проведенной на объектах предприятия. От БКС все-таки пусть наберутся мужества и все-таки извинятся перед коллективом, перед компанией. Ну а за собой оставляем право в установленном законном порядке подавать жалобу или иск в судебный орган. А вот ситуация с военгородками по-прежнему неоднозначна. С одной стороны, пусть поздно, но решился вопрос с финансированием капремонта. Министерство обороны все-таки выделило на эти цели 240 миллионов рублей. Объявлен конкурс, потенциальные подрядчики обязуются завершить работы к началу отопительного сезона. Однако под срывом оказались поставки мазута для котельных военгородков. Еще 18 июня РЭУ заключила договор с компанией Виктайм. С тех пор из 14 тысяч предусмотренных договором ТОН поставлено только 32. А эта уже компания, которая заключила договор напрямую с РЭУ, начала заключать договора, которые вообще не нужны сегодня. И по железной дороге мы без них поставим мазута, думаю, найдем варианты. И на хранение что-то придумывало. И самое главное, я понимаю, что лучшая защита наступления. И самое главное, дает интервью, что РЭУ виновата, что навязываем какие-то договора. Вот мы документально готовы подтвердить, что это наоборот происходит. Почему мы, уже заплатив раз за наше топливо, должны у кого-то бегать, его еще спрашивать, и нашим топливом будет распоряжаться третье лицо. Руководство РЭУ уже обратилось в прокуратуру и органы военной контрразведки. Оно решает вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с необязательным поставщиком, рассчитывая в худшем случае использовать резервные запасы мазута. Его уже транспортируют по котельным военгородков. Мы будем дальше работать, все сделаем, чтобы военные городки работали нормально. Алифтина Шаракшаны, Илья Зиновьев, Новости дня.